привет всем давно не виделись в этом проекте времени катастрофически не хватает просто выпуске проекта россии чужой взгляд отнимают очень много времени только самый ленивый не попросил меня разобрать сериал чернобыль я не вижу в этом никакой необходимости потому что его опять-таки только самый ленивый не разобрал но сегодня я хочу вам вот прям наглядно показать и рассказать что такой контекст когда например очень много всевозможных эмоций вызывают действия на украине когда сносятся там памятники ленину но никто не будет например рефлексировать по поводу памятника ленину снесенного восточном берлине потому что ну да это было несколько раньше но и там был на самом деле замес потому что не все гдр овцы были в восторге от того что вот эта статуя она была демонтирована нож по поводу статуи сталина вообще молчу я сделал вообще отдельный выпуск по поводу снесенных статуй сталина по всему миру и ну это вот например то что я собираюсь рассказывать во время своей экскурсии по берлину для тех групп которые сейчас набираются на октябрь и ноябрь и вот вам пожалуйста вы об этом ничего не знаете поэтому вас ты не трогает то же самое с сериалом чернобыль и были сняты по мотивам собственно эта трагедия было снято немало сегодня я вам хочу рассказать про один фильм французского украинского производства правда там на обложке сиди были заявлены еще такие страны как польша и германия но превалирует понятное дело франции и прежде всего конечно же украина я посмотрел его давным-давно потому что картина 2000 по моему 11 что ли года или 13 в общем вот тех времен называется на ля тер утраже у нас она переведена как земля забвения хотя на самом деле в оригинале должно быть более грубое слово употреблено ну не суть на самом деле вполне может быть и земля забвения смотри какой ты грязный а мне так нормально съемки помимо киева и одессы и собственно города припять который находится вот в эпицентре этой зоны отчуждения снимались еще и в таком городе как нет не луганск славянцы донецкой области то есть эта картина еще вообще фактически другой жизни и да снята она все-таки 2011 почему же я не сделал своему обзора тогда когда его посмотрел да получим простой причине дело в том что это очень хорош кино с очень правильное грамотно воссозданный атмосферы например той эпохи говорят одесса красиво с атмосферой мирного атома когда прямо на фоне аэс можно кататься на лодочке и когда ужас нагнетается но такими простыми понятными иносказательными формами как например луна которая покрывается облаками темными ну вот прямо как в преддверии нашествия оборотней еще жив советский союз со всеми его атрибутами спасибо родине что она нам дает хлеб работу электричество но мышки уже сдохнут и посаженная яблонька уже чахнет и пока ах это свадьба 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 пела и плясала а вокруг уже плавают рыбы брюхом кверху новоявленного мужа вызывают на работу под вполне но не то чтобы обыденным но таким довольно привычным предлогом в лесу пожар мне вызывают что это невозможно абсурдность которого понятно даже главной героине которую играет ольга куриленко об истинной причине аварии на чернобыльской аэс спорят до сих пор но фильме чтобы не парить зрителя всевозможными там и техническими моментами выдается вполне себе такая простая формулировка этой трагедии один из главных героев инженеры этой станции даже пытается спасти кошку и вот вопрос на таком чем он ее пытается накормить деревенские жители настолько непривычны к подобным картинам что возникает предположение о начале войны с америкой впрочем а кто тогда мог быть подготовленным к подобным картинам инженер идеалист скупает все зонтики раздает их прохожим чтобы они не бегали под радиоактивным дождем лучше всех как мы знаем пострадали первые ликвидаторы получил 1600 рентген он больше не человек он реактор и если вы к нему войдете вы погибните точно так же как и он вам я проходит десять лет главная героиня которая играет ольга куриленко работает в турфирме с потрясающим названием она будет экскурсии в зоне отчуждения во время которых рассказывает что припять была образцовым городом ссср самым красивым городом украины со своими кинотеатрами театрами концертными залами параллельно разворачивается повествование о сыне того самого инженера-идеалиста который пропал без вести на самом деле он жив есть во французском языке такое понятие как я бель эпок это переводится как прекрасная эпоха и обозначает она промежуток времени где-то ну вот с последних десятилетий 19 века и до первой мировой войны после которого как мы знаем начался полный пациент когда группа французских экскурсантов приходит заводскую столовую где их кормят обедом героиня говорит что для нас холодная война была ля бель эпок прекрасная эпоха мы верили что мы сильнее атома мне сложилось впечатление что есть некая перекличка между кадрами где главный герой сыну того самого инженера ходит по заброшенным объектам и по заброшенной школе в частности и с другими кадрами из известного клипа группа pink floyd marooned он называется и снимался он вот прям там же узнаваемое колесо обозрения главная героиня теряет волосы и казалось бы ну понятно что ей нужно оттуда вводить в нее даже есть выход из этой ситуации поскольку за ней ухаживает француз патрик и готов ее туда к себе увезти вопреки тому что он видит в каком состоянии находится ее здоровье но припять ее родина не отпускает тем более что жизнь здесь идет по-прежнему с той лишь разницей что появились новые нежданные гости и когда героини пытается их выгнать то получает один словесный аргумент чернобыль не принадлежит никому а затем еще один не словесный иначе прострелю мозги выйди в итоге мы имеем фильм где все показаны людьми украинцы и русские где все говорят на чистом украинском или русском языке там нет нет этой ненатуральной русской речи проблема в том что ты не с кем не можешь будет больше и нет такой ситуации когда русских по имени иван играет какой-нибудь грузин или еврей в общем это идет в разрез всему тому с чем мы привыкли сталкиваться в моем проекте россии чужой взгляд ну поскольку например мы помним в чем помимо этого снималась он бы куриленко достаточно назвать такие фильмы как макс пейн или хитман сегодня мы поговорим про образ русской девушки русские девушки какие они конечно же красавицы но при этом наркоманки и проститутки именно в таком образе предстает героиня ольги куриленко фильме макс пейн но тем не менее фильм сделал неплохую кассу то есть пользовался спросом у публики увы это не единственный образ русской проститутки созданной ольгой куриленко это что мы увидим с вами в следующем фильме хитман превсходит все наши ожидания и вот что обсуждают эту картину как-то ее обмассоливают снимают видеоразборы нет почему потому что они никто не знает не ну я не исключаю вариант что кто-то из вас все-таки увидел но если брать среднем по больнице ее не знают хотя картина даже получила там пару призов во франции там в городе анжерия еще в одном месте ну и естественно минировать там на все там каннский венецианский торонтовский и прочие фестивале за 100 рокив славу ты стану мегаполисом раз не знает эту картину то и ничего о ней говорить вот собственно в этом и сила медиа которая кормит целую армию хомячков поэтому удивительный факт но вот вам пример вполне себе достойного кино это не боевик это не хор это но такое кино про людскую жизнь и про людские трагедии очень хорошо снятая очень хорошо срежиссированная очень хорошо поработали художники-постановщики костюмеры ну я уж не говорю про самих актеров и хотя главная героя не заявляет что она поедет но она не поедет зато может быть поедете вы если у вас будут деньги и желания вместе со мной в ноябре или в конце января как уже сделали это многие люди точно так же как в берлин в конце ноября идет второй набор на вторую группу точнее говоря если вам это все интересно пишите мне на электронный адрес или вконтакте все указания вы найдете в описании под этим видео субботу мы гуляем в москве по бульварам я рассказываю историю про особняк где жил сын сталина и заканчиваем мы особняком где умер горький следующую среду в петербурге в 20.00 мы гуляем по васильевскому острову и там я рассказываю все начиная от ленина в университете и заканчивая первым музеем кунсткамера москве через выходные мы опять-таки пройдемся по бульварам там будет и про такого константина эрнста 19 века михаила никифоровича каткова про человека по фамилии кольцов точнее по псевдониму кольцов который создал журнал за рулем возобновил огонек в общем-то не то чтобы воевал хотя почти воевал в испании он там был корреспондентом был главным редактором правды ну и в общем кончил весьма плачевно и закончим и в районе петровке 38 и окрестностей я покажу святого покровителя наших ментов также в этот день будет классическая экскурсия про значные места бордели чехова от сухаревки до трубной площади ссылки на это все вы точно также найдете в моей группе вконтакте и друзья мои если у вас есть возможность и желание присоединиться к нам в следующем июне в поход в крыму такой пол экскурсионный там конечно есть что рассказать и показать то тоже напишите мне я скажу честно я еще пока не уверен сам хочу ли я этого потому что я все-таки туда выхожу чтобы мозги абсолютно отключить и прочистить но вот попробуем с моим инструктором и учителем валерой который был единственным инструктором не из крыма умудрившимся получить лицензию на излете советского союза и он там водил тоже группы я в общем-то пока собираю информацию потом уже буду думать что и как мы с этим будем делать и есть канал который посвящен обзору как раз таки образа россии на компьютерных играх и собственно если вам это все интересно и вы хотите узнать чем он занимается может предложить какие-то там вещи то опять таки ссылки на него и все что с связано я укажу вот здесь в описании под видео на этом все оставить комментарии пишите мне по поводу ваших вопросов и предложений увидимся пока